Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. Пришло время подвести итоги этого дня. Коротко о главных темах выпуска прямо сейчас. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня провел рабочую встречу с руководителем Сибирского управления Ростехнадзора Александром Мироненко. Подробнее через несколько минут. Попали на удочку мошенников и теперь выселяют из собственного жилья. Барнаульцы купили квартиру за 3,5 миллиона рублей. Но вскоре после этого в дверь постучала настоящая собственница жилья. Подробности этого дела в выпуске. Познакомиться с культурой множества народов Алтая можно на выставке «Сила движения» в Краеведческом музее. В чем особенность выставки? Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня провел рабочую встречу с руководителем Сибирского управления Ростехнадзора Александром Мироненко. Они обсудили вопросы взаимодействия правительства региона с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В частности, были рассмотрены задачи по подготовке Алтайского края к паводкоопасному периоду, в том числе проведение необходимых работ по бесхозяйным гидротехническим сооружениям. В 2021 году до начала паводкоопасного периода межведомственной рабочей группой будет проведено обследование более 70 таких сооружений, большинство из которых бесхозяины или собственники которых неизвестны. Главной задачей данной работы является оценка рисков эксплуатации таких гидротехнических сооружений и разработка мер по обеспечению их безопасности. Актуальные проблемы в молодежной среде обсудили сегодня руководители молодежных парламентов с Екатериной Читошниковой, начальником управления молодежной политики, реализации программ общественного развития Алтайского края. В креативном пространстве Краевого дворца молодежи прошла презентация мероприятий, которые позволят использовать необходимые дополнительные ресурсы, а также формируют условия для самореализации и привлечения к активной социальной деятельности. Также участники обсудили идею создания сообщества руководителей молодежных НКО, которые будут запускать новые интересные проекты. Это некое сообщество руководителей молодежных НКО, сообщество молодежных НКО, как некое клубное объединение, некое сообщество людей, которые действительно могут вместе интегрировать свой потенциал, вместе решать поставленные задачи, вместе объединяя ресурсы, запускать новые интересные для молодежи Алтайского края проекты. И к другим темам. Иткульский спиртзавод восстановил докризисные объемы производства спирта. Однако большую работу еще предстоит провести, чтобы вернуть продукцию завода на полки магазинов. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. По розливу водки предприятие начало ее разливать фактически в летние периоды. К сожалению, на полную мощность выйти не удалось, но это опять же связано, наверное, с объективными причинами. Почему? Потому что предприятие фактически год простаивало, не выпускало свою продукцию, соответственно, торговые сети нашли замену этой продукции, вывели из ассортиментной матрицы продукцию Иткульского спиртзавода. И чтобы войти, это потребовалось дополнительных усилий, не только физических, но и материальных. Всего в 2020 году произведено около 800 тысяч декалитров спирта. Александр Большаков также отметил, что новые собственники Иткульского спиртзавода пока не планируют выпускать виски. Это перспективное направление, однако проект еще в стадии проработки. Попали на удочку мошенников, теперь выселяют из собственного жилья, рассказывают барнаульцы Софья и Егор Мистер. Они купили квартиру за 3,5 миллиона рублей, но вскоре после этого в дверь постучала настоящая собственница жилья. Тему продолжит Софья Житина. Барнаульцы Софья и Егор Мистер мечтали улучшить жилищные условия. Продали однокомнатную квартиру и с помощью родителей купили евро-двушку за 3,5 миллиона рублей. Но радость от покупки оказалась недолгой. Не успели получить из рек-центра документы, как в дверь постучала реальная собственница жилья, которая, как выяснилось, никому его не продавала. Говорит, что якобы она собственница данной квартиры, что спрашивает, вы квартирант или нет. Соответственно, мы не понимаем, что дальше происходит, потому что она пришла и ушла. То есть дальнейших действий каких-то определенных не было. Мы сначала подумали, что это какие-то мошеннические действия в нашу сторону. Хозяйка квартиры рассказала, сдавала жилье в аренду. Квартиранты подделали паспорт, а затем заявили в рек-центре, что якобы утеряли документы на квартиру. Восстановили их и по поддельному же паспорту продали квартиру риэлтору. Он тут же перепродал квартиру Софьи и Егору. Как такое могло произойти? В рек-центре поясняют – не виноваты, не заметили подделку. Подлинность паспорта проверить специалисты только может визуально определить, держа в руках этот документ. Если хватит квалификации, то есть степень подделки таких документов, наверное, высокая, соответственно, определить поддельный, неподдельный паспорт, это довольно-таки, наверное, проблематично и компетенция, наверное, соответствующих органов. Хозяйка квартиры подала на Софью и Егора в суд, посчитав, что они должны были заподозрить подвох. Полагает, цена была значительно ниже рыночной, да и въезжали уже в обставленную квартиру с мебелью и даже посудой. И главное, времени с предыдущей сделки прошло совсем мало. Представьте, люди покупают квартиру, которая только вот неделю, как зарегистрировалась на человеке, их ничего не смущает. Не смущает низкорыночную стоимость этой квартиры. О том, что только человек зарегистрировал, не смущает. О том, что они не получили документы в Росреестре, а уже живут в этой квартире. Их тоже это не смущает. Так обычно делается при обычных сделках. Суд первой инстанции постановил квартиру вернуть реальной владелице. Марина и Егор намерены обжаловать решение. Шанс вернуть деньги есть. Суд должен признать их добросовестными покупателями. Тогда можно рассчитывать на компенсацию из государственного бюджета. Не все обстоятельства, которые стали известны в ходе рассмотрения дела, судом оценены достойно. И подготовили апелляционную жалобу, которая предстоит к рассмотрению в марте данного года. Мошенники, продавшие барнаульской семье чужое жилье, как оказалось, успели совершить не менее трех подобных преступлений в других регионах России. Сейчас они задержаны. Ведется следствие. Софья Житина, Алексей Михайлов, Михаил Лифуншан. Новости. Сегодня в Барнауле оцепили здание судебных приставов. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, сегодня полицейские и спасатели окружили здание, расположенное по адресу Пушкина, 17. Отмечается, что неизвестные сообщили о бомбе в помещении. На месте работали полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии. Кинологи провели осмотр, взрывные устройства обнаружены не были. Добавлю. Известно, что в службе судебных приставов сегодня должна была состояться отчетная пресс-конференция. В ходе операции «Такси» сотрудники ГИБДД Барнаула выявляли нелегалов и нарушителей ПДД на автомобилях с шашечками. В нескольких точках города сотрудники ГИБДД останавливали буквально все автомобили с опознавательными знаками «Такси». Проверялись документы на автомобиль, права, лицензия на перевозку пассажиров и техническое состояние машины. Кроме того, водители пробивали по всем базам на предмет других нарушений или возможного нахождения в розыске. Причины повышенного внимания именно к таксистам, участившейся аварии с их участием. 2 февраля водитель такси сбил ребенка на улице Шумакова на пешеходном переходе. Ребенок получил травмы. К подобным последствиям часто приводят такие нарушения, как разговоры по телефону, нежелание пристегиваться ремнями безопасности, в том числе и со стороны пассажиров. Также многие таксисты грешат отсутствием специальных кресел для перевозки детей. И к другим темам. Поддержать детей, которые лежат в стационаре Краевого клинического центра охраны материнства и детства, решили волонтеры в рамках проекта «Творим добро». Студенты окрасили будни маленьких пациентов и помогли им на полтора часа забыть о процедурах. Подробности далее. Рисуют, читают книги, иногда бывают в игровой комнате. Так проходит обычный день малышей, которые лежат в стационаре отделения нефрологии Краевого клинического центра охраны материнства и детства. Большую часть дня ребята проводят на процедурах и редко собираются вместе. Но сегодня особенный день. Поднять настроение маленьким пациентам пришли волонтеры. Я лежу тут 7 лет, наверное, и каждый год я ложусь. Это первый раз, мне очень понравилось. Мы начали делать от этих куколок, и они очень красивые получаются. Благотворительный проект «Творим добро» должен помочь детям эмоционально разгрузиться, облегчить лечение. Многие пациенты стационара долго не видят своих родителей и нуждаются в поддержке. Волонтеры, большая часть из которых студенты Ранхикса, решили, что могут помочь. Часть их программы – создание куклы из клубка шерсти. В конце данной акции был вложен символ. Символом у нас является своеобразная кукла, которая несет разный посыл. Мы пытались преподнести этот посыл в виде добровольчества и верной надежды для человека. Но, как правило, в этот символ вкладывают все по-разному идею. По словам волонтеров, медучреждения с радостью принимают их. Только просят соблюдать все правила безопасности в условиях пандемии. Ну а дальше студенты отправятся в Заринск. Там тоже есть детки, которые нуждаются в их поддержке. Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс. Новости. КВН «Алтай» закрывается. Единственная официальная лига клуба веселых и находчивых в Алтайском крае и Республике Алтай. Именно они представляли Международный союз КВН и телевизионное объединение «АМИК» на территории нашего края. Тему продолжит моя коллега Анна Москаленко. Именно Лига КВН дала путевку в жизнь многим талантам. Те, кого мы сегодня видим на экранах ТВ, начинали свою юмористическую карьеру в клубах веселых и находчивых. Единственная официальная Алтайская лига последние три года входила в десятку лучших региональных, которых всего в Международном союзе игры 60. Я был в городе Томске и так получилось, что перед моим концертом я сходил на игру места Лиги КВН. Я удивился, что финальная игра в полупустом зале, а на финал, чтобы попасть в Лиги КВН Алтай, там билеты заранее раскупались. Там даже на полуфиналах не было пустого места. Алтайская официальная лига существовала семь лет. За это время она воспитала более ста команд. Ежегодно на фестивалях участвуют около 30 команд из Барнаула, Заринска, Рубцовска, Бийска, сел района, из Кемеровской и Новосибирской области, Республики Алтай и Республики Казахстан. За членство в Международном союзе приходилось платить. Ежегодно это оргвзнос 30 тысяч рублей, проживание, перелет и участие алтайского чемпиона на фестивале в Сочи. Из года в год мы с большим трудом находили деньги на все это. Часть средств выделялась управлением по молодежной политике Алтайского края. Часть мы находили за счет привлечения рекламодателей на игры КВН. Но какая-то часть была заработана на продаже билетов. Иногда команде победителю помогал их вуз, а иногда не помогал. Но каждый год мы как-то старались найти выход. Реальная возможность попасть в телевизионную лигу КВН теперь для алтайских КВНщиков далека. Минимум нужно ехать в другие города, где есть официальные лиги. И пробовать себя уже там. Мы когда играли в КВН Алтай, у нас была дикая надежда на то, что мы сможем выиграть и отправиться на фестиваль в Сочи. Потому что попасть в Сочи это мечта каждого КВНщика. И в принципе в Алтайском крае, в регионе, единственная возможность добиться вот этой поездки и полной оплаты на нее, это победа в лиге КВН Алтай. Прошлый сезон для нас был вкатывающим. Этот сезон мы реально планировали уже выиграть. Были на него полностью настроены и целиком к нему готовились. Прошлый год для Алтайской лиги оказался самым черным в ее истории. Из-за ковида сумели провести только одну игру из традиционных шести. На продаже билетов и рекламе не заработали. В этом году новости еще хуже. Финансирования не будет, сообщили из Управления молодежной политики. А это значит, обязательства перед Международной лигой выполнить не удастся. В самом управлении ситуацию пока не комментируют. Что ж, видимо, действительно, у края есть более значимые проекты, чем КВН. Сейчас лига официально прекратила свое существование. Быть может, в будущем ситуация изменится. Покажет время. Анна Маскаленко, Денис Кузьменко. Новости. На территории Алтая переплетается множество народов. И в культуре одного обнаруживаются черты другого. Познакомиться с ними можно на выставке «Сила движения» в Краеведческом музее. Подробности в материале моей коллеги Юлии Шеломой. Традиционная культура передвижения во многом была утрачена в 20 веке. Но музейные собрания еще хранят осколки той культуры. На выставке «Сила движения» Алтайского государственного краеведческого музея представлены более 40 экспонатов. Они демонстрируют разные транспортные средства. Конно-верховые, гужевые, колесные и водные. А также лыжи и ручные бытовые сани. Все это многообразие из фондов музея впервые демонстрируется в рамках одной выставки. Здесь посетители смогут увидеть и седла, стремена, дуги и поддужные колокольчики, которые использовались в конно-верховом убранстве площади. Представлен широкий фотоиллюстративный ряд, который показывает применение данных средств передвижения на практике, в деле. Все представленные фотографии конца 19-го, начала 20-го столетия взяты из фондов музея. В экспозицию уместились около 100 кадров, снятых этнографами и землеустроителями. Эта выставка принесла открытие даже для специалистов. На ней представлены предметы, которые сложно найти в этнографических описаниях. Можно смело говорить, что за последние несколько десятилетий в Барнауле не было подобных выставок, музейных проектов такого уровня, когда на одной площадке представлены около трех сотен различных предметов, отражающих в основном традиционные способы передвижения, традиционный транспорт тех групп населения, которые здесь проживали в 19-20 веках. Выставка продлится полтора месяца. За это время в музее пройдут экскурсии и мастер-класс. Его участники изготовят своими руками фигурки лошадей из жутовых нитей, а также узнают о роли этих животных в культуре народов Алтая. Юлия Шламова, Михаил Лефоншан, Новости. Видели ли вы поющих тигрят? В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» один такой появился. За умение издавать нетипичные для этого вида животных высокие звуки, сотрудники зоопарка шутливо прозвали его «Витасом». Этот тигренок сразу отличался от других. Он забивался в угол и жалобно пищал, чтобы мать обратила на него внимание и покормила. Но теперь он поет не только для нее. И для посетителей, и они это в общении между собой так разговаривают. Это вполне нормально, как домашняя кошка тоже мяукает, выпрашивает. Особенно, когда время кормления это очень слышно на весь зоопарк. Посетители реагируют на его пение по-разному. Многим эта особенность нравится, но некоторые думают, что тигренок болен. Таких сотрудники зоопарка успокаиваются. С животным все в порядке. Это были все новости на сегодня. С вами был Егор Матаев. Напомню нашим телезрителям, что эти и другие новости вы всегда сможете найти на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканалов в социальных сетях. Желаю вам отличного вечера. Увидимся в эфире завтра утром. До встречи.